МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важным у Темры стартовала республиканская профилактичная акция ДАИ. А зараза в гэтым и иншим больше подробязна. Делегация Гомельской в области началась со старшиней Аблваканкама Иваном Крупко, протягивая официальный визит в Республику Таджикистан. Гэтыми днями там проходит международный инвестиционно-экспортный форум «Хатлон Инвест». Старшиня Аблваканкама Иван Крупко провел перемогу со старшиней Аблваканкама в области Республики Таджикистан ДАУЛАТАЛИ САИДАМ. Губернаторы обмерковали планы дальнейшего супрацовництва экономичного взаимодействия. Выработана дорожная карта, подписано соглашение. И в дальнейшую часть программы мы посещаем предприятия «Хатлона». Первые были на предприятии по производству минеральных удобрений на азоте. Сейчас мы находимся на предприятии по производству овощей и фруктов. Работает целый холминец, а мы здесь находимся на теплице. Посмотрели, как работают таджикистские женщины, как организовано производство. Впечатляет, что фрукты круглый год и есть возможность поставки, в том числе и в Беларусь. Поэтому обсуждались разные направления, в том числе создание торгового дома для обеспечения ранними фруктами и сухофруктами в Республике Беларусь, в том числе и в Гомельской области. На сенье основу экспорта у Таджикистан, складая продукция металла и древа, опрацовки, а так само харчовая, молочная и кондитерская продукция, живая живела. Продприемства находятся в постоянном контакте, идея обмен визитами, удел у форумах и выставах. Гомельщина затекавлена в развитии супрацовництва с Хатлонской областью, по величению взаимных поставок высокоякосных товаров, реализации суместных проектов, подкреслил Иван Крупко. Губернатор пропонувал и широк перспективных направлений. Поставка якосных продуктов харчовання, мэблі, продукции древа-працовки, сельско-господарчай техніки, проектовання молочно-товарных комплексов. Працовладковання, махлярства и жаданый светлофор. Помочник президента, инспектор Пагомельской области Юрий Горлов провел прием громадян в Чачерску. Пытания, связанные с разными сферами деяности, выращались больше за 4 годины. Одну з їх датычылась от доброупарадковання Чачерска. Жихар райцентра наракал на отсутність умов для веларуху и выказал думку об необходности установить светлофор на центральном скрыжаванне города. Великий поток людей и машин на ягу думку створають затор. Добираться до места в учебы ці праце складана. Райвы конкаму доручили разобраться у ситуации и знайсти оптымальнае выращення. Когда люди поднимают эти вопросы, мы все-таки должны находить еще возможность обобщить все эти вопросы. И вот эти проблемные моменты возможно где-то аккумулировать и выносить на республиканский уровень. В этом приеме мне действительно импонирует сегодня то, что люди вносили еще, кроме своих каких-то вопросов, которые наболели, которые надо решать, вносили предложения по усовершенствованию законодательств. Частей за иншое узнималися земельные пытания. Жихар Речицкого района звернулся за допомогой у регистрации земельного участка. Семья в 2023 году набыла землю празаукцион. А в том, что треба оформить необходимые документы, которые подтверждают право на властность, мужчина не ведал. Час регистрации завершился. Тому участок могут знову выставить на аукцион. Юрий Горлоу ориентовал мясовые улады на выражение пытания. Отказ должен быть уже у понеделок. Усяго на приеме прогучало 8 пытаний. Выражение каждого из них взято на особистый контроль помощника президента. Старшиня Центральной выборчей комиссии Игорь Карпенко осустрелся с активом Гомельского района. Подчас диалоговой пляцовки были обмеркованы выники попередних электоральных кампаний и изменения в законодавстве. Размова у приватности об реализации положения у законов об оси белорусским народным сходе и об основах громадянского супольництва. А проча того, у выборчий кодекс унесено новое положение, якое тычится правовой осветы громадян. У приватности при Центральной выборчей комиссии створены молодежный совет, який взаимодейничает с молодежными парламентами, створенными при национальном сходе и мясцовыми советами депутатов. Сирот разгледженных подчас устреча пытаний, так само недопущение умешальництва в выборчую кампанию и полномодство участковых комиссий. Это обычная практика, день информирования, встреча, диалоговая площадка, называйте, как считаете, необходимым, но я посчитал правильным встретиться все-таки с людьми, которые действительно вносят свой серьезный гражданский вклад в дело развития нашей страны. Завтра члены Центральной выборчей комиссии примут удел упасаться лесу на территории Гонельского района. Национальная культура, таленты Беларуси и прыгожость славянской души. Гомельс устроил марафон одинства. Наведывание выстав, лекций и предприемствов. Масштабная и разностайная программа уже взявляет горожан и гостей города. Мы ждем всех наших гостей, наших друзей из других областей. Здесь придут тысячи людей, которые ждут большой, красивой, яркой концертной программы, ярких выступлений. Мы будем поддерживать все номера художественной самодеятельности. Мы эмоционально вместе с нашими артистами сделаем этот праздник красивым, достойным и ярким. Ну и как мы понимаем, что время выбрало нас, поэтому мы сегодня должны сделать, чтобы это время действительно было довольным нашими достижениями. И чтобы люди, которые живут в городе Гомеле, понимали, что все делается для того, чтобы был мир, благополучие и стабильность, экономическая стабильность и независимость в нашей стране. Это очередной экзамен, который город Гомель будет сдавать вместе с нашей страной. Поэтому я считаю, что мы к этому экзамену готовы и сдадим его на отлично. У рамках акции «Марафон одинства» Белорусский Державный музей истории Великой Айчинной войны при поддержке Областного музея военной славы презентовал выставу, присвеченную вызволению Беларуси. И она будет работать на протяжении двух дней. Головная увага – рассказы об конкретных подвигах и лесах человека на войне. У сего в боях за Беларусь больше, как 1600 советских войн и партизан были удостоены звания Героя Советского Союза. Экспозиция поделена на некольки разделов. Початок вызволения краины, операция «Багратион», коллекция листов полевой пошты. Во уникальных документах тяжкая солдатская праца, боль страт и радость перемог червона армейцев, объединенных одной метой – перемогчи ворога. Выстава створена на основе фотодокументальных материалов, листовок и плакатов с фондов Державного музея Великой Айчинной войны. Наш музей по статистике этого года на третьем месте по посещаемости после Брестской крепости и Хатыни. Молодежь – это основной наш контингент. Тех, кто приходит в музей, знакомится с историей Великой Отечественной войны. Конечно, еще очень много иностранных посетителей. В основном, конечно, Российская Федерация сейчас приезжает. В рамках марафона 11-19-го Кастрычника Белорусский Державный музей Великой Айчинной войны презентует так само пересовочную выставу. И она открыется в 10-годин ранницы коля Лядового палаца. Тут же весь день будут працовать фудтраки. В 12.00 начнется квест «Это все мое родное». Кульминация свята станет концерт «Час выбрал нас», який в 16.00 в Лядовом палаце города Гомеля злучит сердце у всех патриотов Гомельщины и гостей областного центра. Подробязни, как Гомель сустракает марафон 11-го, глядите в наших выпусках новин. Эстафету марафона Гомельчанам передал молодежно. Удельники уже наведали знаковые месцы Гомеля. Долучилась до всякого руха и наша здымочная группа. Ирина Дробышевская с подробязностями. Марафон 11-го стартовал у «Молодежно». Гомель стал другим пунктом республиканского маршрута. Сгуртованный рух собрал разом девочек культуры и мастерства и представников працовных коллективов. Лена, добрый день. Действительно, мы продолжаем марафон экскурсии. Белорусская медиасфера максимально сконцентрованная на этой два дни на Гомельской земле. Тут и журналисты разных державных телеканалов и блогеры из всех районов Беларуси. Подороже марафонцев началось с выучения промышлого, наукового и культурного потенциала Гомельщины. Айчинный флагман «Гомсельмаш» грунтовно ураживал гостей по мерам и функционалам сельгазтехники. Белорусские блогеры тут же принялись пополнять контент. Ребят, всем привет. Угадайте, где я нахожусь. Посмотрите, у этой машинки какой размер колеса. Почти с мой рост. У меня рост метр восемьдесят шесть. То есть плюс-минус метр восемьдесят размер этого колеса. А мы находимся на Гомсельмаше. Блогер из Минска Матвей Швец десяткам тысяч своих подписчиков об марафоне выросшел рассказать про субъективные отчувания. Что такое марафон одиннство, говорить о чем уже на старте. На самом деле он начал ощущаться, когда мы только сели в машину и поехали в Гомель. Вот именно заряд энергии от самого марафона. Экскурсии, мероприятия, конференции, это все будет. Концерты он еще больше даст заряда энергии. Естественно, патриотизм он в голове и в сердце. Я буду показывать то, что мне интересно. Я думаю, людям тоже будет интересно вообще посмотреть это изнутри. То, что показывают, грубо говоря, по телевизору, там может быть короткими отрезками. А здесь я им, так сказать, глубину покажу этого марафона, что вообще здесь происходит. Как вообще здесь классно, круто. На самом деле комбайны такие, мне в такой. Долучился до руху ведущий телеканала Муз-ТВ, так само блогер-миллионник Владислав Кобяков. Любимец публики, упевненный, его подписчики в эти два дни доведуются шмат цикавого. Это только первый город, в котором я в рамках марафона «Единство» принимаю участие. Мы посетим еще другие города. Но уже чувствуется вот этот вот вайб, будем говорить, да, молодежными словами. Нужно ездить по Беларуси, нужно смотреть, что происходит в Беларуси, интересоваться. И мы тогда будем точно едины. Не могли обойти боком у дельники марафона нашу жемчужину, палацево-парковый ансамбль. Мы единственный музей в Республике Беларусь, где вот во дворце, в старом здании можно увидеть аутентичные предметы, которые когда-то бытовали здесь и в 19 веке, и в начале 20 века. И выставки, которые состоятся на разных площадках в Гомеле, и концерт, и другие мероприятия. Это мероприятие позитивное, и оно для того, чтобы мы были едины, вместе, именно в единстве наша сила. Наведали белорусские блогеры и комментарий, шмат кто пошел с предприемства не с пустыми руками. Я немножко косвенно знаком с швейным делом, но всегда интересно расширять границы своего сознания. На таком, так сказать, масштабном предприятии я первый раз. Мне очень интересно посмотреть, как это все работает изнутри. Поэтому уже присмотрел себе небольшой костюмчик. А у дельники с Бреста оркестр погрангруппы на марафон приехали с музыкой. У парадку культурного обмена распочали рух из экскурсии по палаце. С нашим номером выступали в городе Минс на день народного единства 17 сентября. И сейчас повторно в городе Гомель, после этого у нас еще ждет город Жлобин, город Барановичи, город Пинск, Брест. Поэтому насыщен очень марафон событиями. Ну а самый насыщенный по день и день будет завтра. А потом марафонский рух отправится далей. Напереди еще 12 городов. Наступным эстафету примая Жлобин. Ирина Дробышевская, Валерий Гапанько, отеля, радиокомпания «Гомель». Национальная библиотека Беларуси, президентская библиотека и Палац незалежности презентовали выставу книг, подарованных у розной годы керавнику державы. У рамках акции «Марафон одинства» эта коллекция демонструется у першиню. На выставе больше, как 20 выданьев. Самая ранняя – Беларусский архив старожитных грамот 1824 года. Уси книги надрукованы в подарочном варианте. Значную частку книг президент Беларуси отримал от керавников инших держав у приватности России и Турции. Так Эрдоган передал Александру Лукашенку Коран, выкананный у лепших мусульманских традициях. Значную цикавость выкликает аксамовыдание «Термину давности Нямая» об геноциде беларусского народа. За выключением наибольшь каштовных выданий у книги можно пагортать самим и звернуться с такой просьбой до супрацовников национальной библиотеки. Пироважная большаясь наведовальников – молодь. Видно, что по тому, как они просят даже открыть какое-то издание, полистать при них, задают вопросы, о чем это издание. Показывает, что выставка действительно очень интересная и что представленные книги здесь образцы книжного искусства и философской, исторической мысли. Библиотечную каштовность многим выданиям надают дарованные надписы и автографы. У Гомельским державным колледже дизайну и компьютерной графики прошла «Нянудная неолекция». Такий формат у першыню з'явился в этом году в рамках марафона «Адинства». Головными спикерами выступили намесник министра аддукации Катярына Пятруцкая и журналист Игорь Тур. Тема выбору вельми востро стоить перед молодью, особливо у таки не просто период. На «Нянудной неолекции» разобрали понятие выбору, отказность за его и махчимасти выбирать у нашей краине. Журналист и политический оглядальник Игорь Тур поделился досвидом знакомства с президентом Александром Лукашенком и праце с керавником державы. В формате интерактиву студенты смогли задать спикеру самое розное питание. Для меня главное, чтобы ребятам, которые пришли сюда, действительно было не скучно. А уже в моменте того, когда у нас будет не скучный разговор, я во всяком случае постараюсь обратить их внимание на очень важные вопросы, которые станут особенно важными для них через какое-то время. Потому что именно нашей молодежи спустя 5 лет, 10, 15 принимать очень важное решение для жизни страны и, соответственно, для своей жизни тоже. Они должны быть к этому готовы. Удельники неосомнной неолекции во взрослете, когда выбор профессии уже отбылся, а ли на переде. Выбор первого места працы, выбор своего профессийного развития. И такой формат сустречы примушает студентов с текавостью погрузиться в саправды важные темы. Бо от выбору кожного залежит будучи не у всей краины. Тата может все, что заугодно. На передедні Дня Батьки у Гомеля отбылась творчая битва за звание «Супертата-2024». У программе мероприемства выставы творчих работ, гульнявые локации для детей, а так само концертная частка. Чем сдаюляли конкурсанты и их семьи, доведалися наши корреспонденты. Счастлив тот, кто счастлив дома. Проведение чайных церемоний, выраб сувениров с морской соли и захопление воркаутом. Спектр захопления у хамельчанина Владислава Качарова вельми широкий. Семья активно наведывает выставы, цирк, театр. Спорт же для Качаровых является неотъемной часткой життя. Женка Светлана – тренер по плаванию, Владислав – инструктор по працонной терапии. Важно вкладывать свой ресурс, который Богом заложен в своих детей. Потому что не бывает такого, что мать должна воспитывать ребенка, либо отец должен воспитывать ребенка. Это должно быть вместе, это должно гармонично вести общий вклад в своих детей и в свое будущее, также в будущее нашей страны. Кахание, сябровство, повага, головные принципы для семьи Коробейниковых. Александр с легкостью разбираем, что кулинары – это не для мужчин. Специально для конкурса спек шарлотку. Працует мужчина в системе охоты здоровья. Вольный час бавить разом с семьей. С женкой, с двумя дочками и сыном я на большинство любить подорожничать по Беларуси. Каждая поездка, она по-своему уникальна. Каждый регион нашей страны, он очень красивый. Север Витебщины, Брасловский район, Брасловские озера. В этом году мы были на Брасловщине, Белорусское море, можно сказать, озеро Древяты. Мы были под большим впечатлением. Конкурс Супертата подаровал шмат становочих ураженям як узельникам, так и гостям свята. А самое главное, что такое мероприемство накировано на заховании традиционных каштовностей. Для нас традиционно семья – это мужчина и женщина, которые воспитывают своих деток. Очень важно, чтобы каждый из родителей понимал, что значимость каждого из них в воспитании, она очень велика. И вот для меня лично, конечно, вот эта неделя родительской любви, она позволяет провести ряд мероприятий, которые привлекают внимание именно к семье. Ведь семья у нас в стране – это на самом деле национальный приоритет в поддержке государства. Конкурс Супертата прошел у Гомеля в шестый раз. Он поспел себе зарекомендовать и к один из самых дружных и семейных. Гомельские таты каждый раз подтверждают, что они творчие и активные. А звание Супертата заслуженно отримал Владимир Качаров. Владислава Голобокина, Валерия Хапанько, телерадио «Компания Гомель». На Гомельщине прошло выездное посаджение коллеги Министерства жильево-коммунальной господарки. На парадку дня – наведывание щепзавода, водозабору и подведение выника у работы галины за 9 месяцев бегущего года. Подробязности – долей у сюжете. Брук, монолитные блоки и тротуарная плитка. Далеко не увесь пиролик выработал Глушковицкого шепзавода. Продукция широко выкрасовывается в добропорядковании улиц и припынках, оформлении мемориалов, а так само в сфере ритуальных послуг. Завод находится в постоянном пошуке новых вариантов дизайна. Постепенно расширили, как выпуск самой брусчатки. Она сегодня и полирована, и галтована, и полирована, колотая различная. Для обустройства автобусных остановок мы в области развиваем эту тему, когда в карманах автобусных остановок укладываем брусчатку. Эта продукция практически вечная, позволяет избегать колеобразования, которое, как правило, на автобусных остановках образуется. Вот из последней продукции – это баларды, это конструкции, которые позволяют ограничивать въезд транспорта на пешеходную зону. Махчумости выкорастания распроцовок завода у сферы ЖКГ Республики оценил министр жилево-коммунальной господарки Геннадь Трубила. Если, допустим, отделать те же фасады цоколя зданий, позволит продлить сроки эксплуатации этого здания, не надо каждый год его подкрашивать. Если говорить о продукции, которая на плиточное покрытие или бордюре, это действительно бордюр из гранита. В исторических центрах наших городов практически вечный материал, который не трескается, не ломается. Поэтому продолжим работать с данным предприятием, в том числе и предприятием ЖКХ. Гомельской области будет составлять 138 штук. По итогам пятилетки, то есть по концу 2025 года, процент обеспечения качественной питьевой водой населения, которое пользуется этой водой из централизованных систем водоснабжения, должен составлять 100%. В середине дополнительных вопросов у членов коллеги обмярковалась эффективность использования арендных жилых помешканий у Державного жильевого фонда и праца службы 115 на территории Гомельской области. Олеся Заяц, Ганна Кустачева, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». Проблема гибели и травматизма пешеходов на дорогах Гомельщины протягивает заставаться актуальной. С начала года в темный час суток зарегистрировано 25 ДТЗ с отделом пешеходов. Чтобы попередить отделников дорожного руха об небеспеции, Державного инспекции с 18 по 21 Костричника проводит республиканскую профилактическую акцию «Стань больше прикметным у Темры». Подробнее далее в сюжете. Ходжение без светлоотбивальных элементов и неведение правилов дорожного руха. Утюгета являются самыми частыми причинами ДТЗ в темный час суток. Многие впевнены, что прошения неозначны, а тому допускают их сразу в раз. Однако практика показывает, что это великая помилка. Не всегда можно вас увидеть, потому что видите, темная форма одежды, темно. Соответственно, чтобы вас было видно, нужны световыщие наноси. Без уваги не застаются и велосипедисты. В темный час суток на двухколесном транспорте спереду повинен быть включены лихтар белого колера, а сзаду червоного. При руху по замежам и населенного пункта велосипедист повинен додатково пронуть камизельку повышенной бачности. Если, ну, немножечко темновато, то я еду по обочине и по встречке, чтобы мне видно было машину. Если, ну, светлое время суток, я еду, ну, по правой стороне, как положено. Я, ну, не знаю, сам себя берегу, наверное. Так что, как-то, ну, не знаю, уже привык. Лет 40, наверное, уже на велосипеде. Так что, я знаю, что это такое. В ходе рейдового мероприемства правооховники наведали наибольшь аварийные и небоспечные участки дорог. Одна из основных медакций – популяризация выкористания светлоотбивных элементов и оденья повышенной бачности. Когда мы двигаемся по загородным автодорогам, и там отсутствуют тротуары либо пешеходные велосипедные дорожки, конечно же, двигаемся по краю проезжей части навстречу транспортному потоку, касаемо пешеходов, и в попутном направлении должны двигаться велосипедисты. Кроме того, велосипеды должны быть обозначены в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Это должны быть использованы катафоты и фонари, которые позволят заблаговременно увидеть велосипедиста на дороге. За невыкористание светлоотбивных элементов в темный часуток продугледжена администрационная отказность. В выгляде штрафу у померы от 1 до 3 базовых величин. Когда же удельник дорожного руху на момент учинения прошения находится в стане опьянения, то помер штрафа возрастает от 3 до 5 базовых величин. У Владислава Голобокина, Ганна Кустачова, У Владислав Козлоу, телерадиокампания «Гомель». Гэта и иншая новины вы можете знайсти у нашем телеграм-канале, а так само на сайте у интернете по адресе tvr.gomel.by. Далее у эфиры новины сетки. Разбор актуальной международной повестки на пальцах. Мы намалюем новинную картину дня. Нейросетки я ее размалюють. Сегодня у выпуску. У Владимир Зеленский представил у Верховной Ради Украины план перемоги. Камала Хары сдала интервью телеканалу Fox News. У Чаркасах отбылся захоп царквы. Израильское войско нанесло удар по полночных районах города Гааза. Польша думает об будовництве другой АЭС. После глядите у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитвуюся. До встречи. План победы Зеленского представлен миру в то время, когда силовики Украины захватывают очередную церковь. На другом конце планеты свой план победы строят и Харрис, и Трамп. Это новости сети Михаил Садовский. Эти 10 минут мы потратим на рассказ о том, что происходит в реальном мире. Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде Украины план победы, состоящий из пяти пунктов. В их числе приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории. Инициативу украинского лидера прокомментировали многие крупные мировые СМИ. По их мнению, план Зеленского свидетельствует о тяжелом положении Украины на поле боя. План победы Зеленского таки увидел свет, правда, как такового плана там нет. Тезисно. Дайте оружие, дайте денег, дайте оружие, возьмите в НАТО и снова дайте денег. Если серьезно, то предлагаю разобрать несколько пунктов плана. Приглашение в НАТО сейчас – это определенность в том, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности. Это первое заявление Зеленского. Прямо сейчас. Вы серьезно, Владимир Александрович? У НАТО есть устав, а в нем есть пятая статья, которая предусматривает общую оборону стран-участниц Альянса. Вступление Украины в НАТО равно вступлению НАТО в войну против России. Сейчас у Альянса другие задачи. Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы та могла продолжать воевать и в случае принятия соответствующего решения начать переговоры с Россией с позиции силы, заявил новый генсек военного блока Марк Рюта на пресс-конференции в Брюсселе. Образно говоря, вы там воюйте сами, но мы за вас болеем. Очень сильно болеем. Очень-очень. Второй и третий пункты плана победы Зеленского – ничто иное, как запрос на поставку оружия систем ПВО, к этому все привыкли. А еще запрос на перевод боевых действий на территорию России. К слову, о походах Украины на русские земли. Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 250 человек. Уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе 5 танков сообщили в Минобороны Российской Федерации. Сходили, так сходили. Четвертый пункт плана предполагает усиление экономического потенциала Украины. Если простым языком, то Зеленскому нужно больше золота. Ну и пятый тезис. После войны украинские военные смогут заместить часть американского контингента в Европе. Как бы грустно ни звучало, а будет ли после войны такое количество живых украинских военных? Зеленский ведь может захотеть продолжать войну до последнего, последнего гражданина страны. Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис заявила в интервью телеканалу Fox News, что в случае победы на выборах откажется от продолжения курса нынешнего американского лидера Джо Байдена. Она объяснила, что от Байдена ее отличает то, что большая часть ее карьеры пришлась и не на Вашингтон. По словам Харрис, она относит себя к новому поколению лидеров. Камала Харрис – это персонаж, который фактически из-за любви к власти отрекся от человека, который дал ей возможность получить статус кандидата в президенты США. Как тут не вспомнить классические сюжеты Стараса Бульбы. К слову, любим пошутить не только мы, но и штаб Дональда Трампа. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил демократам заменить баллотирующуюся на выборах президента страны Камалу Харрис обратно на действующего американского лидера Джо Байдена. Вам стоит подумать о замене Камалы Харрис на Джо Байдена, написал он на своей странице в Экс. Если проводить аналогию между выборами в Штатах и шахматной партией, то я напомню один из пунктов правил – обратная рокировка недопустима. Демократам придется сражаться теми политическими фигурами, которые прямо сейчас есть на шахматной доске. Обратимся к ситуации в президентской гонке. Кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис и ее соперник-республиканец Дональд Трамп оказались в напряженной ситуации за три недели до дня выборов, поскольку средний отрыв в семи колеблющихся штатах, которые потенциально могут решить исход выборов, составляет менее 1%, что в пределах статистической погрешности. Если говорить о ситуации по всей стране, то Захарис планирует отдать голоса 49,1% избирателей, за Трампа 47,4%. Такие данные получены в ходе последних опросов, котируемых агрегатором социологических данных RealClearPolitics. Если бы на выборы в США продавались билеты, как на концерт, то на всех кассах уже бы висела табличка «Sold Out». Ночью на прихожан, дежуривших у храма, в украинском городе Чуркасы, напали штурмовики в Балаклавах. Захватчикам удалось прорваться на территорию собора. Они избили верующих, отобрали у них телефоны. Как стало известно позднее, нападавшие похитили деньги, которые собирали прихожане на колокол и другие ценности, в том числе религиозные. Похищение собственных граждан, разграбление казны, продажа земель, теперь разграбление храмов и притеснение верующих. Нет, это не антиутопия. Это реалии современной Украины. Что должно быть в голове у нападавших, чтобы пойти на кражу икон? Ничего святого. При этом отдельные личности пытаются еще и перевернуть все с ног на голову. Мэр Черкасса Анатолий Бондаренко назвал захват рейдерами Архангела Михайловского храма Кафедрального собора Черкасской епархии, канонической Украинской православной церкви и самого большого храма на Украине добровольным переходом общины в юрисдикцию Раскольнической православной церкви Украины. Добровольный переход, добровольно. Прихожане легли под дубинки и добровольно стали под дуло пистолетов. А еще украинские мужчины добровольно садятся в автобусы ТЦК и сами просятся на фронт. Но это другая история. Я напомню, что 20 августа Верховная Рада приняла в окончательном чтении инициированной главой государства закон, который позволяет запретить украинскую православную церковь. 24 августа документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Как говорят в интернете, это просто заметка для Гааги. Израильская армия нанесла удар по северным районам города Газа. Как сообщил телеканал «Альмай-1», в частности, применялись фосфорные боеприпасы при обстреле школы, в которой размещены беженцы. После обстрела в здании начался пожар. А вот еще одна новость для Международного суда в Гааге, который, к слову, уже пытался инициировать выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йо Вагаланта по обвинениям в военных преступлениях. Тогда, правда, дело так и не дошло до конца. Уверен, что найдутся обстоятельства и сейчас для того, чтобы международное сообщество, в первую очередь в лице Запада, не нашло поводов для обвинения Израиля в применении фосфорных и кассетных боеприпасов. Между тем, по уточненным данным, жертвами атаки Израиля стали не менее 22 человек, включая женщин и детей, множество людей получили ранения. Израильская армия на протяжении 13 дней держит в осаде северную часть сектора Газа, вынуждая жителей региона переместиться в другие части палестинского эксклава. Всего же 7 октября 2023 года жертвами израильских атак стали 42 438 палестинцев, в том числе около 17 тысяч детей и 11 378 женщин. Кроме того, еще 99 246 человек получили ранения. Если добавить в эти списки погибших и пострадавших на севере Ливана, то сразу станет понятно, что на Ближнем Востоке катастрофа. Пора ее останавливать, но как? Ответ известен только Нитаньяху. Польша будет вынуждена искать инвесторов для строительства второй в стране АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра республики Дональда Туска. В случае второй атомной электростанции мы вынуждены искать финансовых партнеров для ее строительства, сказал Туск. Трансляцию его выступления вел телеканал ТВП-Инфо. Интересный момент. А помните, сколько шуму было, когда Беларусь строила свою АЭС? Как разрывались в потугах дискредитировать нашу страну литовцы? А где же точно такая же реакция наших соседей на то, что Польша, мало того, что одну станцию уже практически начала строить, так еще и вынашивает планы по строительству второй? Замечу, что у самих поляков на сопутствующие события реакция неоднозначная. Планы по строительству трех ядерных реакторов польской АЭС американской компанией Вестинхаус в округе Хочево на севере Польши вызвали возмущение у местного населения, которое еще в советское время протестовало против строительства АЭС в этом регионе, пишет Нью-Йорк Таймс. На самом деле ничего страшного в строительстве атомной станции нет, Беларусь там у пример. Правда, строительство должно находиться в надежных руках. Например, если в надежных руках нейросети, то они достаточно ярко рисуют новостную картину дня. Это были новости сети Михаил Садовский. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Житковичах произошло ДТП, пострадал малолетний ребенок. Девушка, водитель управляя Ауди на улице Школьной, наехал на трехлетнего мальчика, который выбежал на обозначенный пешеходный переход, вырвавшийся из рук мамы. С телесными повреждениями пострадавший госпитализирован. В Турове также не обошлось бездорожного происшествия. Водитель «Опеля», двигаясь по улице Ленинской, вблизи дома номер 88, наехал на велосипедиста. Управляющий двухколесным транспортом двигался в попутном направлении по велосипедной дорожке и внезапно выехал на проезжую часть. В результате велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. В поселке Кореневка случился пожар. По улице Шоссейне произошло возгорание в гараже. В результате пожара повреждены кровля и имущество в строении. К счастью, пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уважаемые граждане, при возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 101 или 112. В деревне Плесы Гомельского района по улице Озерной горела баня. Огнем повреждена кровля строения. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Возгорание ликвидировано до прибытия подразделений МЧС. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Гомельские рыси потерпели очередное поражение высшей хоккейной лиги. На этот раз фарм-клуб Гомеля не справился на выезде со столичным Динамо Олимпиком. Хозяева льда четырежды поразили ворота соперника. Гости смогли ответить лишь двумя точными бросками. В составе победителей отличились Кравчук, Козловский, Матюшенко и Рощинский. За рысья забивали Дремаков и Головач. В других поединках Билсталь уступила Нефтехимику 2-4. Юниор одолел рыцарей 3-1. А Днепровские львы победили Медведей 5-2. Белорусская теннисистка Юлия Готовка стала четвертьфиналисткой турнира ITF. Во французском «Шербур Анкотантене» с призовым фондом 40 тысяч долларов. В матче 1-8 финала Белорусска выиграла в двух партиях у французской теннисистки Кароль Мане 6-4-6-2. В поединке за попадание в полуфинал соперницей Готовка будет представительница Франции Ярослава Барташевич. В 1-16 финала Белорусска обыграла испанку Луцию Льорку 6-3-7-5. Соревнования во Франции завершатся 20 октября. Двумя баскетболистами пополнился состав гомельских рысей, выступающих в чемпионате Белоруссии. Ряды гомельчан пополнили форвард Никита Казимирченко и защитник Андрей Скупов. 20-летний Казимирченко в первенстве страны начал выступать в сезоне 2021 за команды РЦОП «ЗДЮШОР» и «Молодежку Минска». С 2022 года игрок играл в студенческой лиге за команду БГУ. Андрей Скупов начал выступать в чемпионате Белоруссии в сезоне 22-23 за Витебский рубон. В сезоне 23-24 защищал цвета могилевского Борисфена. Выступал как за фармкоманду, так и за основной состав – экс-капитан «Молодежки» Борисфена. Выступал защитник также и в студенческой лиге в составе команды БГУФК. 20 октября футболисты Гомеля проведут первый поединок в чемпионате Белоруссии после международной паузы. Подопечный Андрея Горовцова примут на своем поле одного из аутсайдеров нынешнего сезона «Могилевский Днепр». Игра пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 17.00. Главным арбитром матча назначен Алексей Обелевский. Ассистировать ему будут Станислав Якуцевич и Артур Серик, резервный судья – Ярослав Шатила. В первом круге минимальную победу со счетом 1-0 праздновали гомельчане. Благодаря голу лучшего бомбардира первенства джуниора Эфага. Редактор субтитров А.Семкин